5 декабря к 6 вечера на Пушкинскую площадь съезжаются люди. Поодиночке. Знакомые не здороваются друг с другом. Ровно в 18 часов те, кто демонстранты, снимают шапки. Их тогда все носили, вот очень характерно. И этим демонстранты отличаются от просто прохожих в людном месте и от КГБшников, которых здесь, конечно, полно. Стоят так под памятником главному русскому гению, который в свой жестокий век восславил свободу, и который здесь тоже с непокрытой головой. Можно ведь считать и потому сняты шапки в день Конституции, что основной закон мертв. И требование первых диссидентов к советским властям – соблюдайте вашу Конституцию. Она же гарантирует свободу слова и свободу печати для Синявского и Даниэля, и свободу уличных шествий, митингов и демонстраций для их сторонников. От основания правозащитного движения в СССР евреи – пламенные активисты. Их деды создавали большевизм. Отцы раньше и охотнее всех становились советскими людьми. А третье поколение, быстро пройдя дистанцию прозрения, уже отшатнулось от коммунизма. Буквальный пример. Внук ветерана партии, соратника Ленина, сталинского наркома Максима Литвинова, физик Павел Литвинов, примкнул к правозащитникам, едва они возникли. Началось с делом Синявского и Даниэля, мы стали выступать в защиту их. У меня был друг Алик Гинзбург, который стал собирать документы по делу Синявского и Даниэля, что потом называлось «Белой книгой». И эта помощь Алику в создании «Белой книги» была для меня как бы вхождением. Потом Алика арестовали, потом было несколько демонстраций.